Продолжение следует... Начнем, точнее, мы начнем, продолжим. Мы остановились на такой вещи, как буроскосиметрия. Мы рассмотрели эту симетрию электродинамики, а теперь решили посмотреть, как она выглядит. И смотреть, что из нее полезно много языка. На самом деле, из нее очень много полезного люди извлекают. Это довольно мощный инструмент. Но мы такие достаточно простые технические упражнения сейчас проделаем. То есть, у нас лаганжан. Полный лаганжан и тресец лаганжан. Я, конечно, назначил лаганжан ГХГ. То есть, это так же структура, что в декординоте. Пси-черковые две минусы Си. Минус, значит, четвертая, это минимума в квадрате. Пси-черковые две минусы Си. Дальше есть член фиксирующих клейбов. Есть бухов членов. То есть, мы выбираем для определенности клейбов Лоренса. То есть, член фиксирующих клейбов у вас будет стандартная машина. Так, идем. Тогда, исходя из общего алгоритма, который мы с вами рассматриваем, мы можем написать, как мы видим, двух отчленов. Это один, для меня, значит, четвертая А, да. Вариантная происходная. А, да. Это поля духов и антидухов. Здесь оба есть операторы. И, что мы хотим показать. Мы хотим показать, что вот этот новый лаконжал, который потом зафиксирован на полигровка, то есть, казалось бы, полигровочная синтрия Рома Пашевина, что он таки обладает еще некой остаточной симметрией, это достаточно небольшой. И эту симметрию мы записывали, как некое калибровочное преобразование, ну, там, в кавычках, калибровочное преобразование, калибровочным параметрам, например, А равным ε, это инфинитизимальный параметр, но такой специфической природы, он антикоммутирует со всеми полями С и столями ψ, чтобы мы здесь вписали, да, в углублении ПХД. Ну, давайте, в полмады, тут посидим С, теперь в параметре си, с этой линией си, с этой линией си, с этой линией си, с этой линией си, здесь у нас кровоятная производная фундаментальная процедура. То есть, параметр ε Здесь он антиконнутируется с духовой полями и с полями Апси, такое антиконнутируется с прекрасным числом Дальше здесь константа взаимодействия и духового поля Как преобразование полей зависит? Обычное преобразование поля глионного в амфинтезимальной форме Это есть минус амфинтезима на g И кавариантное производное в присоединённом представлении от амфинтезимального параметра Правильно мы такую формула вводили? И что это такое будет? Это будет минус, инфинтезимальный параметр антиконнутирующий И кавариантное производное в присоединённом представлении Я её сразу расписывал Что она сейчас содержит? Она сейчас содержит Дмей Вот СА В Плюс Ж Ф Апс Вчерашний день я ничего не научил У нас К закончилась, потому что мне не надо писать ССССР СССР 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 Вот так вот, правильно? Сейчас я прошу прощения Сергей, вы пишите, пожалуйста, со мной Берёжops Берёжנים Берёжней Полюбл Берёж April Бж eagerly Берёжн inka Продолжение следует... 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 Давайте его здесь еще напишем Т.е. вот этот палец можно переписать таким образом Просто параметр репсора брал, что у вас есть некий оператор который действует на амбионе и дает в результате вот этих панях Давайте кратко напишем Т.е. безепсора И здесь точно так же, еслиепсора брать, то будет просто определение действия оператора Q Так вот, если через палец B записать все, то этот Q обладает таким интересным свойством что Q в квадрате на нему ли Т.е. если вы совершили один раз в преобразовании, скажем, ионным полем, получили вот эту комбинацию А теперь еще раз над ней совершите тоже преобразование в коросте То вот эта комбинация перейдет в ноль И остальные все тоже Да? Вот здесь это очевидно, правильно? Вот, ну, на нем и так понятно В B, если совершить преобразование еще одно то, что теперь перейдете в предыдущее торжество будет ноль Здесь, если совершите преобразование выросте над правой частью и в нее снова подставите эту формулу да? с помощью чертовки с твоей коби можно показать, что это ноль да? Т.е. здесь тоже здесь не возит то есть это достаточно привиальный момент Это тоже довольно просто просто проверяется А вот это не очень просто проверяется что выростное преобразование от него равно ныль И это мы сейчас сделаем Наиболее сложный случай он нам просто понадобится сейчас Почему он нам понадобится? Потому что мы напоминаем что мы хотим Мы хотим проверить, что у нас BST преобразование большого конженера равно ныль Да? Что наше действие оно бросты инварианты Как мы помним, мы это понимали нескольким интересным средствам Это значит, что производящие функционалы бросты инварианты это значит, что все функции глины бросты инварианты И эта общая история она не особо привязана к боросты да? Любое другое преобразование относительно которого у вас бродонжан и действие инвариантно оно будет превратиться к тем же следствиям то есть вот эта штука она уже инвариантна как мы говорили потому что наше преобразование имеет вид калибровочного преобразования а вот этот кусок бродонжан он калибровочный инвариант то есть что неприятное показать это то что от члена миксирующего калибровку и от духового члена преобразования равно 0 вот мы его с вами записываем мы это уже начали делать так а здесь будет стоять д ню да? д ню от преобразования нашего поля а да? поля а поля а то есть это что такое будет? д ню поля а ну ладно пока дальше пока да ну ладно дальше пока да д и он ню а да? и так вот это члены значит членов духовых у нас есть два слагаемых первое слагаемое когда мы расстрелим действует сюда у нас есть производное ядро потому что на производной есть бреонное поле то есть это линейная лимитация по полям здесь еще бреонное поле то есть будет д ню с а и преобразование от д ню а б с с вот это последняя штука чему равна? Андрей чему она равна? ну ты надо исправить нам как ремональную единство мы не сказали что есть то есть здесь не пределать ну или она равна почему? у нас это уже сложнее ну как сложнее я об этом 30 секунд упадок говорю ну вот этот оператор в квадрате конечно есть это просто этот оператор складывается преобразование примененное вот этому оператору то есть это то что мы хотели сейчас доказать доказано то есть это свойство неипотентности да я сказал что это неипотентность то есть какое-то преобразование варьирование какое-то да это просто оператор без оператора без оператора то есть цель цель чертой которые в духовом это вообще структуры в каком смысле у вас ну математическим это это грасмановы поля то есть это антикоммутирующие формально фернионные поля являющиеся скалярными заряженными полями то есть это скалярные заряженные поля с антикоммутирующими свойствами то есть у них неправильная связь спина они антикоммутирующие со статистикой да то есть они антикоммутирующие но при этом возможно то есть они грасмановы числа то есть тоже грасмановы интегрирование здесь идет но их природа даже особо не важна потому что вы помните что когда мы ввели обычное вещественное поле при всех замородочках относительно антикоммутирующих здесь антикоммутирующие просто следствие неабильной теории если без него не боится так нам нужно установить вот эту модель ну давайте попробуем это сделать пусть пишем почему-то равно так ну давайте два звездки сделать с звездки демюн б как это означает все б там мы можем забайбировать демюн с а демюн с а б с с а ю с с демюн а вариация понер с демюн а вариация вот 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 будет минус пять с пополам g r a b c c b c c c вот 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 это я поварьирую вот это поле просто плюс g f a b c теперь варьирую вот это поле оно по той же самой формуле записывается т.е. это что такое будет минус x x варьируем g еще одно здесь g ну дальше f b d c и c d c и c Плюс, плюс, G, F, A, B, C, B И пишу вариацию АН Вариацию АН, вот она у нас Т.е. можно вынести, сразу вынести Эксуал внуши Эксуал внуши Вынес, так, и здесь пишу вариацию поля АН Вариацию АН Здесь есть буква С Т.е. будет Займем РЦ И зашмем РЦ ЭВ Как здесь Синер Г АН В Синер Вот так Пожалуйста Правильно? Окей, давайте Выходите И простим это поражение Пользуясь тем, что у нас Паре АН АН И тем, что у нас Тоже есть Ну а Как мы будем действовать? Смотрите, здесь есть члены Линейной эпажи Вот член линейной эпажи И вот член линейной эпажи И вот член линейной эпажи И есть члены квадратичной эпажи Вот Они Независимы из членов Т.е. мы сначала Сначала Слагаем Линейной эпажи Да Давайте сначала Выдем слагаемую линейной эпажи Да Ну g на ε g на ε в 8 g на ε в 8 Смотрим Что осталось Так Смотрим Получается Слагаемую Сразу Т.е. это два слагаемого Правильно? РФ У нас будет Минус 1 вторая РФ ВС Дальше Квадратичный ПЖ Смотрим Здесь Вот он Линейный Значит У нас получается Тоже знак Минус Ц ВС Ц ВС Ц С ВС Ц С ВС Дмь у Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Сейчас я покажу, поглядитесь к кому. Вот, глядите, здесь знак у нас минус, да? Да. Здесь знак минус. Вот, давайте так сделаем. Сейчас, здесь знак минус, и здесь тоже знак минус, да? Это последнее слагаемое. Что такое? Это вариация А. Правильно? Да. Вот, глядите, что я хочу сделать. Я хочу, пользуясь тем, что у меня... А, вы полный производный как-то хотите? Не-не-не, не полный производный. Вот у меня ФБЦ это асимметричная структура, правильно? С одним индексом. И вот эти баня, они антикоммутируют между собой. Антикоммутируют между собой. Поэтому я могу, что сделать, глядите. Я могу вот так вот сделать. Вот у вас, вот эта слага у нас, да? Вот здесь я возьму, и их просто не станет на меня. Между собой, да? Ну, это теперь антикоммутируем, конечно. Про антикоммутируем, да? Когда появится знак плюс, да? Плюс, здесь будет ФБЦ. ФБЦ будет? Здорово! 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 Вот. И Cpn здесь будет. И еще, соответственно, у нас добавятся члены, которые... Зачем тут члены добавлять? А, все. То есть, правильно, правильно. Вот. И теперь, если поглядеть вот на это выражение, вот на это выражение, на первое, да? Вот здесь индекс b и индекс c – это не мой индекс, правильно? Они суммированы чуть-чуть, отдадите, чтобы не было. Поэтому я могу... Мы можем их поменять местами. Мы можем их поменять местами. b обозвать c, а c обозвать b, да? Тогда вот эта структура будет такая же, правильно? Это будет такая же, и что изменится? Что-то у нас со знаками какая-то, какая-то странная. Какая-то странная личная знака. Значит, по идее, вот эта скобка должна сокращаться. То есть, у нас вот эта слагаемая... Вот, посмотрите. То есть, здесь... Ну, давайте, я это говорю. То есть, b на c поменяли, да? Тогда здесь возникла a, c, b. a, c, b, да? a, c, b... А конец, смотрите. Вот эта вот лещина получится в той крайней точности, правильно? Знак такой же. Знак. Да. А у нас, по идее, вот с этим экваиваться и с тем сокращаться. То есть, здесь вот это все перейдет куда? Это будет плюс, да? Одна вторая. Дальше, b, c я не ставлю, поменяю после этой занятии. У меня здесь плюс один. Да? Плюс a, b, c, d, n, c, c, умножить на c, b. Вот это вот. Такая штука возникла. Правильно? А вот эта слагаемая, становится слагаемой. Здесь просто правильно коммутировать нужно. И это с этим правильно коммутировать. И оно даст точность такое же выражение, верно? Если вот это прям коммутировать сюда, то просто здесь будет знак плюс, и вот это все уборится. И вот это все уборится. Вот. То есть давайте вот на это смотреть. Это у нас откуда у нас взялось? Это у нас взялось вот так вот лакаемое. Вот оно так вот. Ну, в принципе, вполне логично получилось. То есть там мы фактически что-нибудь объявляем. Вот еще и члены и так далее. Расскудим, что есть. Здесь минус есть. Вот. Пойдем правильно. Здесь минус тоже есть. Здесь минус должен быть. Да. Здесь минус тоже есть. У нас тут действует просто производит. Вот это мы все правильно написали. Да? А здесь. А. Сейчас. А. Не только слагаемое. Это преобразованное поле. Вот это поле. С, да? То есть с с, дн, c, c, b. Где мы нафетажем? Где мы нафетажем? Не только слагаемое. Достаю жерлом С, ВС. Так, сейчас, секунду жду, да, здесь В, продифференцирование, здесь С, знак минус, да, и здесь тоже знак минус, ВС, 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 ВС. Идея какая-то, у нас члены линейной пажей, квадратичной пажей, а мы должны отдельно сократиться, правильно? Здесь обращаются все отдельно. А, погодите, погодите, надо аккуратно здесь писать, здесь я не аккуратно писал, вот видите, здесь параметр Tepsin, он антикоммутирует со всеми полями, я говорил, правильно? А, то есть, когда мы его протаскиваем, едем. Вот, его нельзя так просто протаскивать, вот здесь вот, смотри, сюда. Вот здесь вот, когда я написал бы, раз такое образование, да, здесь возник параметр Tepsin, я его на автомате как раз и протащил через C, правильно? Это нельзя было делать, я должен был его проантикоммутировать, он у нас антикоммутирующий, да? То есть, если здесь получается плюс, то здесь вот должен быть знак плюс, да? Здесь минус, тогда у нас тогда все скачивается. Потому что X, это антикоммутирующий параметр, да? То есть, тогда у нас здесь будет знак плюс, да? И видим, что удвоенные вот эти, вот это слагаемое, да, потому что эти слагаемые дают одно и то же, они сокращаются с последнего, точнее, то есть, первая основная скобочка равна 0, да? Рисуем квадратичные слагаемые, то есть, уже квадрат, ну, и все равно можно вынести, да? Значит, у нас здесь так, у нас оно ни с чем не работает. Так, получается, здесь минус 1 2, C, E, D, 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 F... Ещё одна дата. БЕД, СЕСД и АЛЬМЮЦЕД. АЛЬМЮЦЕД. Такой слагаемый слагаемый слагаемый. Дальше вот это слагаемое. То есть у нас степсилон. Здесь так оно у нас гела. В смысле здесь оно не с чем-нибудь материалово. Оно где-то было. Здесь вот это всё. Это было преобразование А. Всё, я понял, да. Плюс получается. Значит, ССЕД. АЛЬМЮЦЕД. 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 Ну и теперь смотрим. Значит, первые стопки мы уже добрались. А мы всё так понедрули. Теперь, здесь давайте вот так сделаем. Б и Д. Это Б и Д, да? Да. Давайте вот эту штуку... Сейчас. Б... А здесь Б и Е, да? Ага. Вот эту штуку вытащим на воду. Заскопки. Т.е. по скопке у нас то есть будет Ж квадратное и всё. Ж квадратное и всё. СВ квадратное и всё. СВ, СВ. АЛЬМЮЦЕД. 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 Нет, это с минусом, это просто минусом. А, вот это хорошо. Здесь получаете процент. Какой там? Нет, реапсилон у нас не поместил. Оно у нас сидело вот здесь просто. Где протаскивали? Здесь вот? Нет, здесь епсилон всегда было везде слева всегда. Вот епсилон у нас с f просто фрунтирует. f это не число. Это же не поле, это число. Вот f это просто обычные числа. А грансменовое число с обычными числами? Нет, это понятно, да. Нет. А минус c, значит, будет минус 1,2. fbc. fbc на fbc. fbc, да. fbc, да. Плюс. Да, вот сюда пишите. fbc. Плюс. Погодите, ага. Нет, нет, погодите секундочку. Значит мы хотим, смотрите, чтобы индексы такие же. Да, мы хотим, чтобы индексы вынеслись такие же. То есть мы должны индекс d заменить на какой индекс? Ну, смотрим, то есть у нас индекс d на c должен заменить. d на c должен заменить. d на c должен заменить. Дальше. Ну, ладно. Дальше смотрим. Вот здесь индекс b есть. Индекс b, ну а что ли надо менять? d на c должен заменить. Да. Вот, так, и у нас цель есть, это цель еще есть, а цель А у нас остается как было, а остается, значит, В у нас не меняется. Значит, С меняется на В. Че, че, че? Да, доникаем. Правильное описание. Так, С, подождите, должно меняться на В. Это В? Ну, все, только два единиц. Не, я не понял, что это Е? Это Е, это Е. А, это Е. Да. Это что такое, это Е? Здесь Е, да. Тогда давайте по-другому смотрим. Ну, мы смотрим по-прежнему. То есть, это Е, а это что за буквально? Это Д. Это Д, да? А. Значит, у нас также Д должно поменяться на С. Д на С должно поменяться. Вот. Дальше. Да, а то что будет это поле изменяться? Да. Значит, Е мы не трогаем, правильно? Да. Е мы не трогаем. Е у нас остается. Ну, Е. Нужно пишите его? А. И, значит, В у нас должно поменяться на что? Вместо В должно стать Е. Е, да. О, В cup preacheretzung уменьшим. О-у. Чего не правильно? Ну, на Е должно поменяться. Б поменяем на Е. Да-да. Вот здесь у нас должно за место В стоять Д. За место Е должны две. Как говорится она на Е? Значит, мы Е должны поменять на Д. Сейчас, погодите. Зачем D менять на D, если E у вас демочекса просто общего? Все-все-все. Общая, да, смотря. То есть, еще раз. D мы поменяли на C, это чтобы нормы были в умыске. А B мы поменяли на D, а вот еще пишите E. B мы поменяли на D. Что же там умеете? Вот этот множеки. А что у нас еще осталось? B поменяли на D, а E. Подождите, надо же в одном из простого порядка в котором стоять. То есть, у нас здесь появится B первая, то соответственно у нас E должно быть... Не обязательно в этом порядке, мы можем поменять. А, мы можем поменять. Идти, поэтому мы не простонтировали вкладку, это хорошо. Можно правильно поментировать. То есть, не забудьте поменять. Нет, ну вот тогда E у нас остается, тогда B мы не меняем на D. Вот. D мы поменяли на C. D поменяли на C. Если еще C-то относительно. C. C у нас сейчас и только здесь. То есть, мы его на B поменяли. Дальше C на B поменяли. Дальше C на B поменяли. Дальше C на B поменяли. C на B поменяли. Б – C на B поменяли. Дальше C, 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 D. C на C, E, C, D. Ну и тогда АММА тоже будет. То есть это все списать. Дейл загнили на С, да, Паскадин? Да. Ага, вот так вот. Отлично. Теперь давайте вот что сделаем. То, что стоит в фигурных скобках, мы к нему хотим тоже свои коби сейчас применить. Вот чуть-чуть отдадите. Вот видите, что у вас есть. У вас здесь наружу стоит CECD. Правильно? CECD. Это антикоммутирующие числа. То есть вот эта структура она по E и D антикоммутирует. Правильно? Поэтому давайте мы вот эту слагаемую, вот эту слагаемую, последнюю. Распишем как комбинацию. Распишем как сумму двух слагаемых. Одно выглядит так же, а второе выглядит так же с заменой D на E. И другой знак будет. Правильно? Распишем как сумму, но и структура. Распишем как сумму. Распишем как сумму. ПОНЕС ТРАДУЕЛЬМ МЯТВЕК. У Bryant лена. Всем пока в feels obligе. Да, это легко схвей». В з� az агрешешетах. Минус Первое оставляем вам на светлое Минус 1 на второе ФАВЦ на ФБЕД ФАВЦ на ФБЕД А, ну мы вообще в центре потом высаживаем Минус G квадрат на эпсилу А, без минуса, просто G квадрат на эпсилу Да, G квадрат на эпсилу Дальше CE, CD Симетричная структура такая На АЮЦ CE, CD А на С скобка, да, скобки первое слагаем Минус 1 на второе Одно второе может сразу вывести? Ну, можете сразу вывести 1 на второе Давай сразу вывести Одно второе будет Минус ФВЦ, да? ФБЕД БЕД Такое уставляемое, да? Так, потом часть ДД Услагаем его с минусом Одно услагаемое такое, прям как есть Минус ФАДБ ФБЕД ФБЕД И другое с плюсом, но помененное ДЕ Другое с плюсом, но помененное ДЕ Другое с плюсом помененное ДЕД Угу Вот так вот Так, ну теперь давайте в этом ТОЖЕСТВИЙ КОПИ попробуем Попробуем угадать Попробуем угадать ТОЖЕСТВИЙ КОПИ ТОЖЕСТВИЙ КОПИ Как проще всего угадать Проще всего перейти от F Генератором Присоединенного представления И проверить, что это коммутатор Да, у вас образовался А, коммутатор сейчас Коммутатор Так вы пока Не пишите, сейчас Сображим ТОЖЕСТВИЙ КОПИ Нет, это не такой коммутатор А, в большом присоединенном представлении Он напишите, что вам нравится ТОЖЕСТВИЙ КОПИ Это генератор Присоединенного представления Для ФС Да, но с индексами В и ЭЦ Это есть минус И И структурная констата Вот здесь нам нужно Угадать с вами Коммутатор и правую часть коммутационного соотношения То есть коммутационное соотношение У нас минусы выйдет, то есть у нас по сути здесь стоят соответствующие пять. Какие у нас, по каким минусам у нас не идёт свёртка? По каким минусам свёртка нет, но не идёт вот здесь по Е, по Д, и по Ц. По Е? Е, Д, Ц, которые снаружи стоят. Ага. Вот. Так, ну, наверное, надо вот на эти два человека, посмотреть или на эти два человека посмотреть, то есть переписать соответствующим образом. То есть что получается? Это у нас Д на Д. Здесь у нас будет стоять. Должно смотреть как стоять. Должно смотреть Т одно на Т другое, минус Т другое, минус Т второе на Т первое, да? То есть Т первое на Т второе, минус Т второе на Т первое, да? Равно правой части коммуникационных соотношений. Т.е. нужно угадать, в каком здесь t. Нет, ну спасибо, вы просто должны переписать слагальные и все. Ну, хорошо, перепишите, но еще раз говорю, что у них из этого всего должны видеться коммутатор. Коммутатор написать. Т.е. это у нас... Эл wijсер, Labour. - Эээ, в общем с минусом. Я считаю, что я минус и вынес, но, ладно, мы всем acompanим. Значит, db AF,c. И минус АЕБ, АЕБДС. Ну и смотрим теперь, значит, А сверху, Б сверху. Так, А с верху, Б сверху. Вот, глядите сюда. Давайте попробуем из вот этой штуки сделать правую часть коммутатора. Из вот этого сделать ДА с какими-то индексами, то С. Здесь наоборот написать ТС, ТА. Вот так вот, в таком случае. То есть правую часть оставляем как она есть, только с индексами А и С. То есть вот это все у нас будет правой частью коммутационного соотношения. Значит, ну так, делаем вот это. То есть у нас получается, что нам надо С на верху вынести. Правильно? То есть у нас получается... Получается... Вы сейчас пишите какое слогание. Я вот это уставляю. Вот это слогание. Хорошо. Здесь должно быть ТА, ДБ. 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 Да. Вот, потом учит. На ТС. ТС, да. ТС. ТС. ВЕ. ВЕ, да. ВЕ. Вот у нас получилось произведение... Смотрите, здесь получилось произведение двух генералов. Правильно? Да. Теперь давайте отсюда попробуем, начиная с вот этого степени. Да? Ага. Минус. ТА. ПС. С. МВД. МВД, да. С. ТА. Значит... А. А. ЕВ. Вот давайте здесь вот, поскольку они симметричны... Да, мы можем... Да. То есть, можно здесь поменять... Да. Чуть-чуть отдадите, что-то везде. Вот здесь поменять местами, и здесь поменять местами. Ну, внизу подпишите. Внизу. То есть, у нас получается С. С. ДБ. Угу. Т. ВЕ. А. Угу. Да. Вот так вот. То есть, мы из вот этих слагаемых уже, из вот этого и из вот этого, уже образовали коммутатор. Правильно? Коммутатор. Давайте посмотрим... А вот это во что должно переходить, по идее? Это должно быть F, A, C, B, да? Ну, T соответствующее. У нас T такое? Ну, B, C. B. А, ну, нижние индусы какие должны быть? А, ну, и сейчас... D, E. D, E, правильно? D, E. Знак проверяем. Какой у нас знак? То есть, B пошло со знаком в плюс, да? Да. Это шло, как и положено, вот это вот со знаком в минус, да? В коммутаторе. Теперь смотрим на это. Ну, это у нас, соответственно, здесь общий знак, минус сейчас. Ага. Вот тогда, когда мы на правую часть в сторону перенесем, оно будет идти со знаком в плюс. Ага. Здесь на все можно умножить. Вот это действие. Как это приписать? Это было равно этому. За что это было? Ну, на минус... На минус что? На минус I. Да? Да. Так, а индексы правильно расставали? Вот эти. A, C, B. То есть, здесь я что сделал? Вот здесь A, C, B, а здесь A, B, C. Мы поменяли. Да. Вот здесь один раз поменял минус. А чтобы вот этот генератор записать? Чтобы вот этот один раз записать. Соответственно, D, E. То есть, у нас здесь поменено, а ничего не... Еще раз минус поменял. То есть, два раза минус, кстати. Да? Два раза минус плюс, да? Поэтому коэффициент минус I будет, да? Мы видим, что у нас в фигурных скобках, да, возник... Давайте перепишите. То есть, фигурные скобки равны чему получилось? Ну, так фигурная скобка у нас получается. Вот эта фигурная скобка, которую мы заметим, она... Вот у нас получается это минус I, F, B, C. Угу. Е равно C. А, C... А, C, B, да. А, C, B. А, C, B. Т, V, D, E. Угу. И для Е общей. Чуть же да. Вот. Плюс коммутатор, да? Плюс, да, коммутатор. А, T, A, D, B. Не, не, не пишите здесь индексы. Коммунатор имеется. А, вот. ДС, ДП. Почему ДП? ДЕ, ДЕ. ДЕ, да. Вот, то есть получилось, то здесь коммутационное соотношение, да? Прямо с видеть. То есть это равно нулю. Равно нулю. В силу того, что у нас три генератора и присоединенных представлений. То есть мы просто тоже здесь на никубе. Всполнили, как оно записывается, как это все прощается через генерал. Да? Генерал. Все. То есть мы показали, что линейные слагаемые фазеи, квадратичные сократились. Да? То есть что мы с вами проверили? Мы с вами проверили, что вырасты от вот этой штуки равно нулю. Да? То есть не гипотетность. Да? Да? Он еще гипотетность. А уже вырастает. Что? Гипотетность она для любых. Ну, в принципе, да. Мы здесь вот, ребята. А, погодите. Значит, вы бы сказали, что ЛД это равно нулю. Да? Только что. Давайте, ну, закончим. Вы можете здесь стирать и все будет улучшено, если вопросов нет. То есть возвращаемся в действие. Давайте проверим сейчас, что действие в бультом варианте. Ну, нам осталось всегда проверить вот этот и слагаемый, потому что они все в том, что это нормально. Давайте подставим его в общем символическом виде, вот в вашем преобразовании. Вот он вот. Угу. Примейте, что это будет второй рамец. Да? Ну, это просто через кавариантную производку записывайте. Ага. Если мы просто кавариантная производная от С, да? Тогда я так вот размешиваю. Вот это вот равно. Даже не вот это вот. А вот это вот. Так. Просто на каждом боксе подошли. Ага. Это, в принципе, одно и то же. Так. Минус единица на... Сверх. Вот. Плюс. Здесь вот мы не очень удачная цель, извините. Здесь мы умеем, здесь не умеем. Давайте здесь. Ну, не умеем. Поражем. Держи. Ужать. 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 Итак, минус... Стоит минус епсилон на вот эту вот штуку. Да. А, да. Значит, у нас получается единица, наверное. Ну, напишите это со всеми знаками только. Минус. Который будет здесь, да? Минус. Дальше. Дальше, соответственно, вот это, что надо записывать. Я пишу Dμ. Значит, у нас получается Dμ и вот это выражение надо записывать. Здесь, если мы его переписываем, это у нас получается вот ΔAμ, то есть это минус. Просто минус ε, а надо в эту штуку. Вот это вот. Минус εdμ, да? Как вариант производства, это соединено по сравнению D? Да, на Cb. Да, на Cb. Значит, здесь у нас получается, смотрим. Значит, у нас здесь Dc не вся. Ну, в нашем, в нашей простой комплексе. Волинцевской. А не в общем случае. Волинцевской. Значит, у нас получается Dμ стоит. Сверхий минус. И здесь у нас получается... Да, да. То есть, пока я сегодня пишу, что такое фут-хутерратов в принципе, я хотел бы рассказать. Это медикератор, который конкутирует с нашим гометриалом. Да? С одной стороны, где-то 7 триггер. Гометриалом на нашей стереклоне. Фут и гометриалом на нашей стереклоне. Он конкутирует с гометриалом, потому что мы сейчас покажем, что это тоже вариация действия равновлю. И гу квадратное равновлю. Да? Раз мы конкутируем с гометриалом, значит, весь спектр можно разложить по его сходу с его значениями. То есть, все состояния про классифицировать относительно того, как равновлю действует оператор. Понятно? Ну, здесь мы можем полную производность крестировать. Конечно, здесь полная производная выделяется. То есть, у такого полного производного, чего. У нас получается общий воздушный. Ну, а у меня это было? Общим ножом теперь мы можем вынести. Общим ножом у нас будет что? Эпсилон. Значит, эпсилон есть. Да, эпсилон на дета. Это. Вы можете спросить, вот здесь будет гамю? Про сходите. Минга свече... Ну, вот Q это не есть, но мы, так сказать, позволяем. Ну, так, может, сейчас скажу потом. Что-то поверьте. Не знаю, тут поверьте, но бывает физичностью. Расстояние переходит. Вот, никогда мы его интегрировали, соответственно, это у нас только занавес. Да. Вообще, мы живем в окрон-жен, правильно? Закранжевая плотность. А в действии полная производная у нас сядет на бесконечности и даст ноль, да? То есть, мы показали, что вариация в окрон-жен становится полной производной. Это все равно, что у нас же вариант на наше действие. Сергей, а ты вот когда им переносил, что у меня есть? Такой минус. Да-да-да, вот один минус, вот другой минус. Здесь, когда... Нет, еще не что переносил. Здесь нечего, здесь нету ничего такого, чем оно бы... А, да. Понятно, Сергей. То есть, Эрчево анти коммутирует только с псями, с полями... И с полями духов, да? А с А он коммутирует. Правильно, как и с числами производными. Вот. Хорошо, спасибо, Сергей. А что, о чем Кирилл спросил? Вот есть оператор некий пункт, да? Который коммутирует с грудь няма. Он очень в квадрате, а я говорю, дополнительное упрощение. Возникла конструкция достаточно распространенная. Это не тот, как бы, распространенный пункт. Что нужно сказать про спектр? То есть, про состояние кредита няма. Оказывается, что из этого свойства можно сказать, что все пространство это некое замечание. То есть, у нас была задача проверить инвариантность действия, мы его проверили, а теперь замечание этой задачи. Все наше пространство, оно разбивается в пространстве состояния. То есть, плеоны, поперечные, продольные, длинные духи, антидухи, да? Оно разбивается на три куска. Один куск, второй и третий куск. Не знаю, я обозначу, как в песке мне там H1, H1 и H2. Вот, в куске H1 живут такие состояния, C1. Такие состояния, что оператор ГРСК, если он подействует, это будет не 0. Ноль. 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 В куске H2 живут состояния, C2 я их обозначу. Это нужно представить как H1. То есть, фактически это есть образ H1 при действии оператора Q. И, естественно, у H2 равный. У H2 равный. У H2 равный. У H2 равный. Потому что это оператор ГРСК, да? А если я обшли живут состояния, C2, физики их обозначу. Смотрите, какие состояния. Вот такие состояния, что они определяются следующим образом. Что оператор Q, когда она не действует, это лишь ноль с одной стороны. Но с другой стороны эти состояния не представляются, то есть они не могут быть представлены в виде Q на H1. Т.е. они не такого как H2. Т.е. они в таком виде не представляются, но в действии от Q на них все равно угонули. И в этом смысле видно, что пространство O переводит отсюда сюда, а это в ноль. А это сразу загоняет в ноль. Да? Сразу в ноль. Т.е. вот эти друг с другом как-то Q перемешиваются, а это Q не перемешивает. Т.е. в этом смысле, что все состояния, которые живут здесь, они только друг в друга переходят. И вот эти состояния, это физические состояния. Но здесь вот, если посмотреть на явный вид того, как у нас действует граф, чтобы рассказать, то он глион, например глионное поле, переводит в духово поле. В духово поле с производной Dμ, правильно? Dμ. Т.е. если я выпуск на пространство напишу, то у меня получится, что глионное поле перешло в некий вектор Кμ, да? На какое-то поле. На какое-то поле, да? Главное, что пропорционально как-нибудь. Т.е. это продольный, получился продольный такой глион, да? Продольный глион. Ну, про продольный дух нельзя сказать. Нет, но у вас есть глион, есть глионное поле здесь, оно перешло в некий продольный вектор, да? Да. Продольный вектор. Нет, почему это? Это неплохо, это неплохо. Т.е. если у вас вначале был поперечный вектор, да? Если вначале глион был поперечным, т.е. физическим, то он перешло в ноль. Правильно? Верно? Ну, если вот здесь вот армию устроены только таким образом, что там не физическая поляризация, например, вторая и третья компоненты только есть, один плюс минус И, да? Вторая и третья компоненты. А нулевой и третьей нету, как в четверых импульсе этого глиона, то получится, что поперечный глион, простое преобразование, перешел в ноль. Вот ровно вот так, как здесь. Т.е. вот в этом пространстве живут поперечные физические глионы. Понимаете? Понимаете? А H2 это... А H2 вот... Не оператор. Нет, H2 это, наоборот, образ оператора. В этом смысле, H0 это не дробь, правда. H0 это не дробь, правда. H2 это углу некий образ, да? Ну, если с H1 это у вас... Ну, тоже неправильно. Так вы корректно говорите. Ну, хороший бытовал, давайте это проверим. Неправильно сказать, что... То, что H0 это игрой, тоже неправильно говорите. Ну, у H0 это как бы, наоборот, не физичность тогда получается. В смысле, что... Как уходно. Главное, что H0 классифицирует все ваши состояния. Ну, да. То есть, исходя из явного вида вот этого, вы видите, что у вас поперечные глионы, при действии БДСТ-преобразований, они взгнуляют. Да? Вы их взгнулили. Вот. То есть, вот в этом прошло и живут поперечные глионы. Вот в H1 живут... Как вы сложно видите, здесь живут анти-духи. Анти-духи. И продольно-поляризованные глионы, не физические глионы. Опять же, из явного вида, да? Вот, преобразование. В H2 живут духи и тоже... Вот. Здесь вот живут духи. И глионы, которые поляризованы вот таким вот образом. Вот вектор поляризации у них. Это есть импульс и здесь минус корректор. Да? Если здесь вот живут продольно-поляризованные глионы, и анти-духи. Анти-духи. И продольно-поляризованные глионы, то есть, чей вектор поляризации есть кондотный ректор. То здесь живут просто духа, просто духи и вот таким образом поляризованные не физические глионы. Это не физический глион, да? Некоторая линейная комбинация продольного и прогревольного глиона, да? Вот. То есть, оператор поля, он все пространства разделяет. Вот H0 оказывается таким физическим подпространством. И с помощью как раз этого оператора просто можно показать, что S-матрица является унитарной в пространстве H1. То есть, наша S-матрица переводит физические состояния в физические состояния. Да? То есть, в этом смысле, мы расплассифицировали, да? Все состояния по призву, по зановлению действия оператора. И дальше у вас H0 оказывается инвариантным подпространством в операторе из-матрицы. То есть, матрица унитарна как пространство H1, да? То есть, она унитарна во всем пространстве. Потому что из-за микрохаграторов, да? Проконструировались. Но нет ревиальной факции. Стоит в том, что она унитарна на физическом пространстве. То есть, физическое и перейдет в какой-нибудь продольный глион, да? Или в артидух. Если у вас в асинтетическом состоянии стоит поперечный глион, то он перейдет только либо в поперечные глионы, либо в арти-антикладки, да? Но не в духе-антидухе продольных глионов. То есть, чем еще полезно то, что мы с вами нашли? Вот обратите внимание, вот эта просификация, она как бесплатное приложение здесь появилось, да? И то, что S-матрица унитарна, вошной, тоже с помощью вот этого оператора, да, даже вставая отростка, я это не делаю, но если кому-то интересно, можете в песке не посмотреть, сколько это делается. Давайте получим из вот этого факта, последняя задача в этой теме у вас, из вот этого факта, из-за того, что у нас все эти действия и варианты, получим несколько связь на амплитуде, которая у вас была на позапрошлом семинаре. Как мы говорили, из перечисления свойств функции глина, без инвариантности относительно простой преобразования действия, сверху инвариантность производящего функционала. Давайте его напишем, как он выглядит. Как мы видим, перечисления свойств функционала. Так, с другой бюро. Так, я пишу. А нет там. Где ты говорил? На эзбе. На эзбе 4. А здесь вот источники пошли. У нас есть источники для трилонного поля. Есть источники для двухкового поля. Есть источники для антибухого поля. Нежелонного поля, вы считаете, независимые, понимаете? Понятно. У нас вот столько много источников. Ну, а здесь стоит, так. То есть, это масть производящих функционалов, которые зависит от источника, да? А здесь стоит вот этот старший нейтрал. Так, например, мы говорили. DA, 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 DA. Вот такой производящий функционал. И различные функции грина получаются варьированием этого функционала. А вот влажность. Ну? Ну, то есть, когда он говорит, то и как? Варьирование по источнику. Ну, для примера, если мы повторяем задачу, если мы повторяем задачу, давайте рассмотрим функцию грина. Покажу кандидатное предоставление. Сейчас она по четырёхку. Числи нельзя есть. Функцию грина, где у меня есть один антидух, один грион и кварт антидвартовая пара. Вот такой функции грина. Что то есть такое? Это есть средняя по платону, по платону. Это произведение. То есть, я по определению хочу вот такую функцию грина рассмотреть. С чертой от х1, а1 более от х2, С чертой от х3, С и от х4. Вот такую штуку хочу рассмотреть. И эта штука может быть переписана через мой производящий функционал. Таким образом. Я должен взять мой производящий функционал. И четыре раза его проворировать. По конкретным переменам. Чтобы получить Са в точке х1, я должен проварировать по Са, анти Са в точке х1. Я должен проварировать по альфа. Вот альфа это тоже источник антикоммутирующий. Он такой же природы, как сам дух. Хи источник такой же природы, как Пси. Да? То есть, тоже антикоммутирующий. Ах1. Да? Дальше. Чтобы получить вот это главное поле, я должен прокомментировать от Ж, Ню, В и В2. Дальше. Чтобы получить вот это, я должен проварировать по Хи, наоборот. По Хи с чертой. Правильно? 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 Да? А здесь по Хи с чертой. Хи с чертой плюс четыре. Должен проварировать, да? И положить все источники, потом равными нулю. Т.е. Вот такой у нас производящий функционал, с помощью него мы можем построить функции Грина, да? На Бот-Вайл-Ши делим, я напоминаю, как еще с прошлого семинара, чтобы сократить все вакуумные бузырькового типа вклады. Их функции Грина. Их нет. Так. Хорошо. Вот рассмотрели. Давайте разводим такую функцию Грина. И поглядим, к чему приводит следствие нашего утверждения о двухновариантности действия. Т.е. вот это следствие. Это следствие приводит к тому, что все функции Грина тоже вырастаем вариантами. Правильно? Как мы уже смотрели на примере по кардинальности. Ну вот давайте запишем этот факт. Вариантность этой функции Грина. Относительно вырастает. Т.е. скажем, что Голь равен Дринь-Ши. И Ж проваринируем. Давайте проварируем. Что там? В самом деле здесь происходит. И просто берем вот это наше выражение. И оставляем сюда. И оставляем сюда. Да? Не-не-не. Все продифференцировали уже. Все продифференцировали. Получили вот такую функцию Грина. Значит. Я просто вам напомнил, как выглядит это полевое. Да? И как получается из него функция Грина, чтобы провести осознание, что у вас инвариантный проводящий функционал, значит инвариантная функция Грина. Успешу? Ну так. Сразу же. Напишите пока просто в символическом виде. Здесь варианция, здесь варианция. Не, ну так же. Ну так же. Варианция вот эта производная, да? Ага. Ага. Анти-духов. Да? Да. Да. Все остальное. Ну все остальное, да. Ага. Апси, Пси еще. Пси. Надо, Пси еще. Пси. Вот так. Пси. Пси. Ну дальше. Мы быстро едем. Угу. Угу. Что мы будем делать дальше? Пусть мы сейчас подставим явлений в преобразовании. А потом мы заставим привести от функций Грина к амплитудию. По той процедуре, про которую я вчера рассказывал. Профизуровка предупствия. Перейдем от функций Грина к амплитудию. Напоминаю, когда от функций Грина к амплитудию мы должны что-то делать. Все внешние инпустики умножить на массовые поверхности умножить на 2 пропагатора. И конструкции Грина к амплитудии. И конструкции Грина к амплитудии. Да, отлично. Теперь подставляем. Подставляем для первого. Последний, как мы сейчас видим, был очень интересный пол. А, это антидух. Это антидух. То есть, последняя формула. То есть, которая связана с коллеговой формулой. Да. Агумент пишите, да? Да. Агумент пишите. Икс-эдин. Икс-эдин. Там полис есть. Да. Агумент. Агумент. Ага. Агумент. Агумент пишите. Агумент пишите. Все остальное пишите. Надо его просто начать. Ну, давайте так надо было считать. Потому что, вот здесь, вот. Соплите. Постирайтесь, старайтесь. Агумент пишите. Агумент пишите. Икс-эдин. Агумент пишите. Агумент пишите. Так, а отбойма у нас... А я думаю, я всё явно... Последний вопрос, да? Юнус... Юнус эйпс, наверное. Я усердшил на где, или там... Где... День юн... День юн... На С... Какой С? Судатова... Юнус... 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 Б... Веже... Веже... С... С... Сд... 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 Т... Сд... Веже... Сд... А, вот здесь можно записать х2... А можете записать? Нас пишу, да... Дальнадцать еще... Ага, у нас здесь Е, ТВ, мелко прошло, вот X2, один-два, большая. Ага, отлично. И там дальше... Пси с чертой писи. Нет, нет, нет. Не запустите. Пси с чертой писи. Нет, я просто... Остальные слагаемые. Да, остальные слагаемые вы можете плюс и так далее написать. И так далее, у Андрея это вариация по Пси с чертой и вариация по Пси. Вот, отлично. Теперь мы хотим от этой функции Грина перейти к амплитуде. Вот что у нас здесь такое написано? У нас есть функция Грина от X1, X2, X3, X4. Вот, смотрим на первое слагаемое, на вот это. И если я перехожу от него, от этой функции Грина к амплитуде, то это что за амплитуда будет? Переходом куда? Здесь какие поля это Грион? Кварт и Грион. Здесь есть два Грионных поля, это икварт и антиквартовое поле, правильно? Т.е. как мы переходим к амплитуде? Мы делаем преобразование в фунге, да? Т.е. D4, X1, Z4, X2, D4, X3, D4, X4, да? Да? И К1, X1, дальше чуть-чуть. Т.е. чтобы из функции Грина получить амплитуду, мы ее делаем для образования в фунге, да? А потом помещаем все наши четырех импульсы на массовую поверхность. Т.е. считаем, что их k квадрат равен соответствующей массе. И умножаем эту функцию Грина на обратные пропагаторы, да? Т.е. это стандартная процедура редукции, о которой мы вчера говорили. Тогда, при этой стандартной процедуре, давайте просто смотреть, куда эта функция Грина приезжает. Нам, на самом деле, она только на угольных слов не нужна. Вот, смотрим. Амплитуды здесь два в два, правильно? Здесь все четыре поля есть, да? Т.е. у нас два в два и четыре поля зафигурируют. А производная, куда я приезжаю? Вот я по x1 сделал при образовании фурия, да? Да. Ну, соответственно, k1 на... Ну, минус ни на... Ну, да. Минус ни на k1, правильно? Точнее, не минус ни на k1, а производную я, наоборот, по частям перекинул на экспоненты, будет плюс ни на k1, да? Т.е. первое, первое слагаемое здесь перейдет у нас до, ну, где давайте мы все пишем, k1, да? А все остальное что даст? У вас есть два Гриона в поле, депак, антипак. В это поле вы умножили это на обратные пропагаторы, поместили все на массовую поверхность, что это такое? Эта амплитуда перехода откуда-куда? Ну, от камбана. Мы можем так его назвать. Да? Переход от квальпинтикларка в два Гриона, правильно? Мы ее обрывали, вот у нас у меня Грион. Здесь k1а, k2b, правильно? k1 с x-ом k, k2 у меня идет с x-ом b, да? Вот, здесь k2 у меня индекс мю, k1 у меня индекс мю, правильно? Вот так. Согласны? Эту амплитуду мы на позаправшем семинаре обозначали как t, да? Вот именно. Вот у нас индекс мю мю, а b, правильно? Классны? 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 Классны. Это вот эта штука. Еще есть множди. Поделиться на x-i. 2-3 на x-i и x-ом есть. 1-3 на x-o. Поэтому мы написали, куда придет вот эта функция клинок, да? Вот и на x-ку. 1-3 на x-o. А вот этот кусок снова? 2-3 на x-o. 2-3 на x-o. Это что такое? Это что за мгутухон будет? Ну, духовая. Еще есть прайклодовый класс. Получается, как ровно. Ну, вот у нас какие поля? Вверх у нас от амплитуды 2-2, а также, да? 4 поля есть. Антидухово, Амплитудово, Пси с чертой, Пси, да? То есть это какая будет эта зона? Ну, это 4-х восклитуды 2-2. 4-х восклитуды 2-2. То есть здесь квадратик-антиквад, да? А здесь дух-антидух выходит, да? 1-2. А, b. Производная, что у нас-то? Укажем. На кое-как? И на кое-как? Ну, там x-2, то. x-2, то есть? К-2, да. Упишите. Так, у нас сколько x-1 там будет? x-1 давайте наружу вывесим, но чтобы наружу вывести, не будем повторять свою ошибку, мы про-антих коммутировать должны, да? Квадрат минус придет в плюсы, да? То есть будет плюс и x-1. И на кое-как? И на кое-как? Какой там? К-2. К-2. Угу. К-2. К-2. А-b. К-2. А-b. К-2. Ну, вот давайте для порядка его вывесим, сниму там, раз я здесь вверху рисовок. Квадрат институционный. Угу. И еще один такой маленький момент. Вот. Все-таки амплитуда, как выглядит? Это c-чертой c или c-c с чертой? Да? Вот чтобы переписать вот эту амплитуду, ну, в амплитуду надо сообразить, как это выглядит. Ну, давайте сообразим вот следующим образом. Вот у вас из функтов, когда вы пишете функцию грина, что это такое, вы что делаете? Вы берете, приходите к представлению о взаимодействии. Когда у вас возникает экспонент от фиграуна, от лодранжиального представления взаимодействия, вы его разваляете, все поля спариваете, да? Вот с духами кто у вас спаривается? У вас спариваются член лодранжиальный, который с экспонентом и какая-то здесь производная. А ты? Правда, это все было. Вот у вас, чтобы спариться с духовыми полями из экспоненты, когда вы расписали по определению функцию грина, не по определению, по свойству функцию грина, а через представление взаимодействия спустился, вот такой вот интеграл, да? И вы его начинаете спаривать. Вот С с чертовиц, оно сразу спарилось, дало вам пропагатор, да? Кучный пропагатор и делить на импульс квадратия. А чтобы вот этот С спарить, вы должны один раз еще провалить и коммутироваться, да? Поэтому, чтобы получить из этого амплитуду, да? У вас возникли дополнительный знак минус, да? Знак минус. Понимаете, да, что происходит сейчас? Или нет? То есть мы говорим, вот у нас функция грина, да? Вот я ее начинаю вычислять. Как я ее вычисляю? Переписываю с представления взаимодействия ее по второму свойству вчерашнему, да? Из экспоненты спускаю лодранжиальный взаимодействие. Этот лодранжиальный взаимодействие по теории Медика у меня образуется спаривание, а эти спаривания это что такое? Это просто пропагаторы будут, да? Те самые пропагаторы, на которые я делю в процедуре редукции. Вот я поэтому там на них и делю. Потому что они здесь возникли, да, и я от них избавляюсь, чтобы амплитуду получить. Сходится одно с другим, да? Понимаете, как в теории возмущения это работает, и как это согласовано с процедурой редукции. Вот. То есть появился, как он, ну вот, знак лининс еще здесь, да? Знак лининс. Хорошо. Только единственный вопрос, а если мы делили именно пропагаторы, то там тоже будет? Ага. Не-не-не, у нас спаривание того пропагатора, и у нас... Спаривание того пропагатора именно пропагатора поделили. Да, у нас от перестановки немножко нет пропагатора. Здесь оно уже одно спаривание, вот здесь. Это с этим, это с этим. Без вариантов. Да? У нас от этого пропагатора, вы на него поделили в процедуре редукции. Ага. Так. Ну давайте, спрашивайте. Да не, ну и все уже. Да еще нам так. Да, здесь еще много всего интересного. Здесь еще вот эта слагаемая есть. Вот эта слагаемая. А вот эта слагаемая, смотрите как она устроена. Здесь пять полей. Здесь четыре точки. Х1, Х2, Х3, Х4. Но в точке Х2, да, здесь два поля стоят. Одно туховое поле с точки Х2. Одно туховое поле, а одно прионное поле. То есть вот это состояние, оно не одночастичное. Не одночастичное состояние. Правильно? Что это значит, что оно не одночастичное? Это значит, что когда вы возьмете от него преобразование в фуе, то есть, ну, точно так же вычисляете эту функцию грима, спускаете из экспонента все эти вагранжианы взаимодействия, спариваете все между собой. Да? У вас возникнет некая, здесь возникнет после спаривания, возникнет некая петля, но не пропагатор. А вы делите потом, чтобы получить амплитуду, делите на обратный пропагатор. Правильно? То есть, мы поделили на выражение К квадрат минус С квадрат. На такое выражение поделили. Да? И устренили К квадрат к М квадрат. Да? Вот если у нас одночастичное состояние здесь, как с духами было, то пропагатор сократился просто. Правильно? А если у нас двух частично, или еще частиц больше, то это что такое будет? Ну и предел, чему будет правильно? Я смеял это все, мы умножаем на функцию, которая в К квадрат регулярна. То есть, она ни в бесконечности, ни в любви не равна. Зануляется? Зануляется просто, за счет деления на обратные пропагаторы, помещения на массовую поверхность, она зануляется. То есть, там, где у вас пять полей, у вас здесь у нее одночастичное состояние. И при умножении на обратный пропагатор, у вас еще разнулится просто, и все. Да? То есть, плюс ноль. Вот. Плюс ноль. Аналогично с полями Пси. Вот, вариация от поля Пси Бресте, сколько полей содержит в себе? Дух и само поле Пси, правильно? Следовательно, везде, где у вас стоят вариации либо Пси, либо Пси с чертой, у вас там будет пять полей, правильно? Пять полей. И по тем же самым соображениям, при редукции от функции Гри на комплитуде, то есть, при помещении частицы на массовую поверхность и делении на обратный пропагатор, у вас там, где у вас двухчастичное расстояние, вы получите функцию, которая не имеет полюса 3к квадрат равно мем квадрат, и она снилится, да? После этой процедуры. То есть, все. Получилось, что все остальные члены – это из ноль, да? А с другой стороны, символ машинной реальности – это из ноль. И что мы получили? Ну, равенство вот такого выражения. Да. Мы получили то равенство, которое у нас, наверное, было… Поход с командой. Было на… Давайте я так. Шу, АВ, К1, У, да? Получилось, что это С, АВ, А, К2, У. То есть, вот в таком виде. У нас еще параметр КСИ здесь возник. Раньше его не было, а здесь вот появился параметр КСИ, потому что у нас там было вычисление с КСИ равное 1. Поэтому мы его там и получили. То есть, мы с вами вывели, вот в другом совсем формализме, вывели то соглашение, которое мы использовали при выяснении роли духов в соотношении нитарности. Да. Ну, ладно. Все. Давай, сомненько, перфильм. Сколько? Так, да. Так, да. Я, какого-то... Я, какого-то, я не знаю. Сколько это? Я. 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 Продолжение следует...